Дачный кооператив «Спутник» образцовым не назовешь. Во главе мелких недостатков – болото в нижней части поселка каждый раз после дождя. Причем болото – это из канализационных стоков. Во время дождей под напором фекальных вод поднимаются люки. И вот эта зловонная масса прямо бьет фонтаном. И растекается по дороге, на дачные участки и в лес. Безусловно, проблема касается не всех обитателей кооператива. Неисправные коммуникации беспокоят порядка 30% жильцов. Такую статистику привела дачница Валентина Кишко. Уже три года женщина живет здесь с супругом. И все три года по щиколотку в нечистотах. Трубу проложили по инициативе председателя «Спутника» и забросили стройку наполовине. Поэтому она и не стоит на балансе в водоканале Ставрополя. Администрация гордо ответила, что эта канализация не должна быть запущена, не должна быть работать. Так как по техническому решению, выданному водоканалом, здесь была предусмотрена еще насосная станция со стоком. Даже сточные воды не разрешаются сливать в лес. А у нас фекальные воды сливаются. Однако некоторые помощи от чиновников решились не дожидаться. Семья Наврузовых, к примеру, спаслась от потока с душком, сделав насыпь. Только и эти меры оказались не самыми эффективными. Тут канализация потекала аж до дома, до порога. Пришлось засыпать землей. Тут вообще уже створился, воняло вовсю. Текает еще в ту сторону, вот так. Там куры, утки, все. Вот это, они тоже заболеют скоро, наверное, чем попало. Однако от нечистот страдают не только дачники. Теперь обезображен и лесной массив. Этот лес находится буквально в 20 шагах от дачного кооператива. Здесь очень неприятно пахнет. Под ногами мусор, да и сама почва какая-то чересчур мягкая. Местные говорят, что это совсем не от того, что здесь часто идут дожди. Чуть дальше можно увидеть даже покрышки от Камаза. А вот эта вот речка Вонючка, это фекальные стоки, которые за несколько лет пробили себе дорогу вглубь территории. И, наверное, важно сказать, это не простая лесополоса, а татарское городище, исторический памятник. Причем крупнейший археологический на юге России. Дачники говорят, за сломанную трубу в ответе председатель кооператива. Именно он затеял стройку и на полпути ее приостановил. Но в телефонном разговоре поселковый управленец четко дал понять свое видение ситуации. Городские власти на проблему с неисправной канализацией пока не реагируют. В Комитете горхозяйства чиновники заняты кадровыми перестановками. В Министерстве культуры от проблемы с археологическим памятником татарское городище открестились. Сказали, не наша епархия. Решить проблему взялось Краевое Министерство природоохраны. Чиновники заверили, нарушители от ответственности не уйдут. Наши специалисты уже выехали на место предполагаемого нарушения. Если факты подтвердятся, в дальнейшем будут приняты соответствующие меры по устранению нарушений, по выявлению нарушителей, по привлечению их к административной ответственности. У нас, я хочу сказать, что работают люди заинтересованные в результатах своей деятельности, неравнодушные к нарушителям природоохранного законодательства. Обитатели кооператива надеются, что жить в болоте им осталось недолго. Рассчитывают они и на то, что получится спасти и лес. Но на всякий случай готовят письмо в прокуратуру Края, чтобы уж наверняка решить проблему. Ефим Пушкин, Николай Попов, Ставропольское телевидение.